Привет! Это English Show. И сегодня мы продолжаем говорить о суперкрутых правилах изучения языка. Мы с вами обсудили уже четыре, и самое интересное мы приберегли напоследок. Например, в одном из наших выпусков мы говорили о том, что не нужно зубрить грамматические правила. Из-за этого ты думаешь медленно и понимаешь медленно, и, соответственно, говоришь медленно. Но ты можешь подумать, что мне вообще тогда не учить грамматические правила? Конечно, нет. Учить правила нужно, но это нужно делать правильно, используя правильные способы, правильные методы. Сегодня мы обсудим один из наиболее удачных, как учить грамматику без особых усилий. И способ этот использовать короткие истории. По-английски это называется point of view stories. Истории на точку зрения. Назовем это так. То есть тебе нужно послушать историю, например, которая происходит в настоящем. Тебе нужно хорошо ее понять, возможно, для этого несколько раз прослушав ее. И после этого, когда ты хорошо понял, о чем эта история, ты начинаешь менять точку обзора, точку зрения. То есть время, в котором происходит история. Либо рассказчика, который рассказывает рассказ. Либо вот это от третьего лица происходит. Либо это ты рассказываешь историю. Или ты главный герой. Вот суть этого метода. Сейчас, вместо того, чтобы рассказывать долго о прелестях этого метода, мы сразу его попрактикуем. Я расскажу вам историю, которая сначала будет происходить в настоящем. В настоящем времени. В далеком, в далеком прошлом, когда на земле жили динозавры, жил парень по имени Макс. Это был простой парень без выкиндонов. Был нормальный такой человек. Это была шутка. А теперь сама история. И твоя задача сейчас хорошо ее понять. Хорошо понять, о чем она. Итак. Я не буду переводить вам эту историю. Ваша задача – самим хорошо понять ее. Возможно, вам для этого нужно будет несколько раз ее послушать. Сделайте это. Но хорошо ее поймите. Как с этой... С помощью таких историй учить грамматику, ты спросишь. Сейчас ты это поймешь. Потому что сейчас я расскажу эту же самую историю, но в прошедшем времени. Как будто она произошла в прошлом. Предположим, ты и сейчас хорошо понял эту историю. И ты понял, что она о прошлом. Но в реальной беседе, например, встретив иностранца, ты, возможно, не сразу бы вспомнил, как сказать «купить» в прошедшем времени. Не сразу бы вспомнил слово «бот». Но, слушая подобные истории сотни раз, которые происходят в разном времени, ты со временем учишься понимать, как бы внутренне, какое слово в каком времени лучше всего поставить. Это легко и без усилий слетать с твоего языка. И вот суть этого совета. Продолжаем практиковать этот метод. И сейчас я расскажу ту же самую историю в будущем. One year from now, there will be a boy. His name is going to be Max. Max is going to go to the shop. And Max is going to buy a hat. The hat will be black. And Max is going to pay ten dollars for the hat. А в конце я расскажу вам историю от первого лица. Я этот парень. Я Макс. И я рассказываю историю. I am a boy. My name is Max. I went to the shop. And I bought a hat. The hat was black. And I paid ten dollars for the hat. Ты можешь использовать более короткие истории, более длинные истории, более простые истории и более сложные. Твоя главная задача – хорошо понять эту историю. Возможно, прослужив ее несколько раз. После этого постарайся поменять время и действующих лиц. Это очень мощный метод изучения грамматики. Поэтому, во-первых, ты можешь просить своего преподавателя, личного или школьного, чтобы он давал тебе такие короткие истории, которые ты мог бы понимать и менять время и действующих лиц. Или, в конце концов, ты мог бы сочинять такие рассказы сам. В комментариях к нашим видео часто люди говорят о том, что трудно найти материалы, подходящие для изучения языка. В ближайшее время мы сами запишем и выложим пару таких рассказов в нашей группе ВКонтакте. Если вам это понравится, то мы будем делать это и дальше. Подписывайся на наш канал в Ютьюбе и ВКонтакте. Пока! Как синхронно. Сработали. Давай, я хочу кушать что-нибудь. Срочно. Поддержишься. Макс, гони печеньку. Я заслужил печеньку уже, в конце концов. Да, ты заслужил.